Всем привет и прекрасного настроения! С вами Татьяна Дучак, специально для канала Dance With Me. И сегодня мы разберем очень интересную тему, а именно работа спины в танцах хастл и диско-фокс. Итак, начнем с базы. Конечно, самое главное – это то, как правильно поставить спину. Все говорят о том, что танцы улучшают осанку. И знаете, это правда. В первую очередь, для того, чтобы правильно поставить спину, нам нужно, как ни странно, собрать центр. Почему? Потому что естественный прогиб спины представляет собой аналог английской буквы «С». То есть здесь в верхней части у нас присутствует то, что называется кифоз, в нижней части у нас присутствует то, что называется лордоз. Первое, что мы делаем, это подкручиваем таз вперед и собираем центр. Ощущение, как будто мышцами пресса и косыми мышцами живота я стремлюсь подтянуть себя наверх. Но даже не это самое главное, а именно положение таза, то есть включение ягодичных мышц и паховых мышц, которые позволяют нам подкрутить таз и оставить его в этом положении. Если вы будете использовать только пресс, этого никогда не будет достаточно, потому что мышцы спины, они сильнее, и они всегда будут перетягивать одеяло на себя. Таким образом, да, что мы сделали? Мы распрямили тот лордоз естественный, который есть у каждого человека. То есть вот это для танцев состояние не очень подходящее, это подходит только для каких-то специальных элементов, где мы, ну, чаще всего девочки, да, хотим показать какую-то суперсексуальность, да, вот тут мы можем максимально показать весь этот прогиб. В базовом варианте положения корпуса этого быть не должно. То есть вот эту часть спины мы распрямляем. Дальше. Естественно, как только мы согнулись вперед, у нас хочет округлиться верхняя часть спины, то есть делается вот такая черепашка. Это тоже плохо. Девушки, у вас грудь красивая, не прячьте ее. Ваша задача, наоборот, максимально вытолкнуть вот эту часть вперед и наверх. То есть здесь мы выпрямляем, и здесь мы тоже, по сути, выпрямляем позвоночник. Да, вот верхний край трапеции мы как раз-таки абсолютно выключаем. Эта часть у нас отдыхает. Если зажимать вот эти вот мышцы, да, то ощущение будет всегда очень тяжелое, как будто танец такой прям вам тяжело дается, как будто вы вагоны разгружаете. Но вы же не за этим пришли в танцы, правда? Мы верхнюю часть спины расслабляем. У нас именно центральная часть спины должна включиться, вот эти вот части. Там много различных групп мышц, не будем грузить вас в анатомии и называть их все. Просто ваша задача почувствовать, что здесь у вас максимально мышцы находятся в тонусе, что там есть прям вот сила, да, работы мышцы. То есть, да, нижней частью мы подкрутили таз, собрали здесь. Средней частью мы толкнули верхнюю часть наверх, то есть как бы вот этот вот рулончик, да, его раскрутили наверх с помощью вот этих вот мышц. Сейчас прям видно, как это происходит. А верхнюю часть оставили абсолютно свободной. И тогда у вас получится нужное корректное положение тела и спины. Возможно, пока что, что этого уже достаточно. Ну, типа вот я ровно стою, и это уже хорошо. На самом деле, да, на определенном уровне танцевания этого более чем достаточно для того, чтобы выглядеть конкурентоспособно, презентабельно и красиво. Мы всегда благодарны вам за ваши донаты, потому что именно благодаря этому мы создаем новый и полезный контент. На самом деле у нас осталось еще довольно-таки много степеней свободы. А именно, держа себя вот в этом ровном положении, мы можем делать боковые сдвиги. У нас остается также возможность диагональной работы корпуса при сохранении вот этих базовых настроек, которые мы создали. И тогда у нас вот здесь вот эти, опять же, мышцы, в которых у нас есть максимальное напряжение, они будут работать как поршни вниз-вверх. Вот такое будет ощущение у вас в спине. Для этого мы делаем базовую восьмерку. Это самое простое упражнение, которое у нас есть. Соответственно, вот специально я открываю спину, чтобы было видно. Мы переносим вес в ногах просто влево-вправо. Дальше в корпусе мы делаем вот этот сдвиг боковой. Самое главное здесь сохранять ровность горизонта. Наклоны не должны здесь присутствовать. Это чисто такое вот плоское действие. Естественно, опять же, вы видите, что у нас включаются мышцы спины для того, чтобы реализовать это действие. Дальше. После того, как я сдвинула корпус, например, вправо и перенесла туда свой вес, я начинаю прорабатывать восьмерку бедром. И если в начале, на старте восьмерки, у меня идет действие через пресс и переднюю часть, то дальше, в конце этого действия, у меня напряжение уходит как раз-таки в спину. И, соответственно, у меня правая сторона сокращается, и вот эти мышцы как раз срабатывают как поршень. То же самое я делаю в другую сторону. Опять же, сдвигаю корпус влево, устремляясь туда левой стороной, переношу вес. Бедра пока что остаются у меня справа. А дальше, после этого действия, я начинаю доделывать другую половину восьмерки, соответственно, левым бедром. И опять же, в конце, в конечном итоге, я прихожу к тому, что у меня левый поршень срабатывает на сжатие. И таким образом я чередую, перенося свой вес влево-вправо и срабатываю то левой, то правой стороной. Что у меня получается? Вправо, влево, вправо, влево. Могу ускорить это движение, могу замедлить это движение, таким образом создавая нужную проработку. Следующий момент, который мы можем делать с помощью работы спины, это контракшн. Что это значит? У нас в танце есть понятие дыхания. И дыхание не только в смысле того, что просто нам нужен кислород, а именно в том смысле, что специально для создания какого-либо эффекта эмоционального, презентационного, мы можем собрать, закрыть свою грудную клетку, чтобы потом открыться. И вот это действие называется у нас контракшн. Естественно, здесь у нас тоже участвуют мышцы спины. Здесь как раз-таки можно сделать то, что обычно нельзя, а именно округлить спину и создать вот такую черепашку, которую все начинающие танцоры очень любят делать. Потом их отучают, а потом уже на более высоких уровнях оказывается, что где-то можно это сделать специально. Например, в конце променада, если мы сделали классический променад, вышли в позицию, вот просто выйти ровно, это базовый вариант, он естественно хороший и, как и любая классика, актуален всегда. После этого действия можно, собрав ногу, также собрать корпус. Таким образом, я выталкиваю свою поясницу назад, лопатки также округляю, вожу назад, для того, чтобы затем раскрыться. Это действие, которое у нас является по сути стайлингом, то есть оно не является обязательным, но при этом выглядит достаточно эффектно. Посмотрите, как работает спина в этом действии. Здесь у меня сокращена левая сторона, и спина достаточно ровная. Далее, при сборе ног у меня выходит вот здесь такая арка круглая, полностью распрямляется лордоз, и при этом ярко выраженно показываются лопатки округлые, для того, чтобы дальше от центра себя поднять. В принципе, это выглядит вот так. Дорогие танцоры, спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, теперь вы будете самыми пластичными танцорами хастро и диско-фокса. Ну, а с вами была я, Татьяна Дучак, специально для канала Dance with Me. Ну, и вы знаете, что делать. Конечно, вы ставите лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, для того, чтобы быть всегда в курсе самых новых и интересных роликов.